Добрый день, меня зовут Владимир, я являюсь менеджером по развитию направления CyberBit в компании SoftRom. С нами также Лиля. Лиля является тренером в компании CyberBit и проводит обучение с помощью киберполигона для заказчиков, партнеров. Данный вебинар мы бы хотели построить таким образом, чтобы, наверное, больше внимания уделить демонстрации решения. То есть я кратко, 10-15 минут расскажу о решении в целом, о проблематике и какие варианты реализации этого решения есть. А Лиля уже в дальнейшем покажет и больше внимания уделит именно работе решения, интерфейсу, что с помощью решения можно делать. Тогда я начну. CyberBit является израильской компанией, развивает свое решение Range довольно длительное время. И на данный момент решение Range, киберполигон для обучения специалистов по кибербезопасности является лучшим в мире. Есть множество заказчиков, которые купили решения и которые развивают у себя, обучают специалистов. В чем проблематика? В том, что заказчики покупают различные средства безопасности. То есть эти средства необходимы, без них никак не обойтись. Но каждая компания сталкивается с кибератаками. И основное, для чего необходимо такого класса решения и что необходимо заказчикам в целом, это обучить своих специалистов, даже чтобы с использованием средств кибербезопасности они умели своевременно остановить эту атаку, понимать, как происходит атака и на ранних этапах ее обнаружить. И, как показывает практика, 80% специалистов по кибербезопасности, они сталкиваются с атакой на рабочем месте. И это связано с тем, что есть всевозможные курсы, сертификации и тому подобное, но все-таки есть реальные объекты, есть реальная инфраструктура, на которую злоумышленники пытаются провести атаку с целью завладения информацией, деньгами и тому подобное. И вот есть необходимость ИБ специалистов обучать, и для того, чтобы это делать, есть необходимость использовать определенные решения. И вот основной вопрос, то есть готова ли компания доверять защиту новичку или специалисту, который там не вполне подготовлен, или специалисту, который еще требует какой-то квалификации, переквалификации и тому подобное. И какие обычно проблемы возникают по обучению киберспециалистов, специалистов по IT-безопасности? Это, наверное, самое важное, это мало возможностей по развитию каких-то личных навыков, потому что недостаточно опыта, то есть есть средства безопасности, есть определенные инструкции, админ-гайды и тому подобное, как этим пользоваться, но нет возможности на реальных атаках обучаться этому. То есть это низкое качество тренингов, то есть есть множество тренингов, обучений, курсов и тому подобное, но не все тренинги обучают качественно, и не все тренинги обучают на каких-то реальных инфраструктурах с реальными проблемами, с реальными атаками. Ранее и в нынешнее время есть также проблема с логистикой этого обучения, потому что есть курсы, которые проводятся только оффлайн, то есть специалисту нужно, во-первых, оторваться от рабочего времени, уделить время обучению, и это зачастую не один-два дня, а три-пять неделя для того, чтобы изучить какую-то проблематику, разучить какие-то сценарии и тому подобное, то есть зависимо от того, какой курс обучения. И нет возможности подготовиться к серьезным киберугрозам, поскольку большинство пентестеров или люди, которые там придумают какие-то определенные курсы, они не всегда могут выстроить атаку таким образом, как она осуществляется в реальном времени. Ну и, наверное, важная проблема, поскольку большие организации, компании, они имеют в штате не один-два специалиста по кибербезопасности, а, скорее всего, это там три-четыре-пять и более специалистов, и есть необходимость обучения командного, то есть то обучение, которое позволит команде своевременно взаимодействовать между собой и каждому отвечать за какую-то часть в случае осуществления на кампанию атаки для того, чтобы его как можно раньше остановить. Принципы киберполигонов, то, чем занимается компания Cyberbit, ну и другие, в принципе, компании, это обучить специалистов в любое время, то есть есть возможность организовать тренинги в то время, когда человек по ИБ-безопасности свободен, когда он может подключиться и провести этот тренинг, то есть без какого-то предварительного графика и тому подобное. То есть это реальные атаки, которые моделируются специалистами, которые занимаются, серьезно изучают это направление, и они могут моделировать их атаки так, как они реально происходят в реальных инфраструктурах. Это возможность создания реальных сетей, реальной инфраструктуры, то есть та инфраструктура, которая есть у заказчика, та инфраструктура, которая необходима для того, чтобы конкретно изучить необходимый сценарий, как он будет проходить, в конкретной инфраструктуре, если это необходимо. И реальные средства, то есть киберполигоны, они используют реальные средства безопасности, CDM, ng-firewall, антивирусы, защиты endpoint и тому подобное. И это помогает использовать реальные средства при реальных атаках. Cyberbit, как бы, компания достаточно зрелая, то есть есть много заказчиков, которые находятся в различных секторах экономики, в различных странах мира. То есть основными заказчиками являются это государственные структуры, специализированные структуры, это Министерство обороны, это университеты, в том числе это авиакомпании, банки, топ-банков и аудиторы в том числе. То есть у Cyberbit на данный момент свыше 40 заказчиков, которые используют киберполигон, то есть это либо клаудная редакция, либо он-премис для того, чтобы реализовать обучение своих специалистов, либо же студентов, либо чтобы специалисты определенной компании могли пройти переквалификацию. Клаудная платформа, то есть это удобный сервис, можно сказать, для того, чтобы обучить своих специалистов по кибербезопасности на реальной инфраструктуре, с использованием реальных атак. Это позволяет быстро подключаться, выбирать сценарий атак и как бы быстро обучаться. Основное, на чем строится киберполигон, это виртуальная сеть, которая в себя включает достаточно много компонентов, то есть это могут быть средства безопасности, это веб-сервера, это базы данных, свечи и тому подобное. То есть есть генератор атак, который непосредственно запускает атаку, выбрав предварительно сценарий. Есть генератор трафика, который реально генерирует трафик, то есть различные пересылки e-mail, FTP трафики и тому подобное по различным протоколам, то есть это тоже можно все задать. Есть виртуальный СОК, до которого получают доступ специалисты по ИБ безопасности, и уже имея эти реальные средства, обучаемый может противостоять тому или иному сценарию атак. Сценарий атаки достаточно много, то есть они могут быть как базовые, как для одного IT и БС специалиста, так и для группы. Зависимо от уровня и сложности этой атаки, необходимо различное время по ее остановке, устранению этой атаки, то есть это может длиться как там от одного часа, так и до четырех часов определенный сценарий по обучению на Киберполигоне. То есть для того, чтобы стартовать обучение, достаточно выбрать, то есть в кабинете определенный сценарий с доступных, выбрать инфраструктуру, которая доступна для этого сценария, забронировать время обучения, поскольку как бы это облачное решение, соответственно, им пользуются и другие заказчики, необходимо выбрать определенное время, когда вам удобно, и присоединиться для того, чтобы начать атаку. То есть с точки зрения обучения, есть обучаемые студенты, как бы и есть тренер. То есть обучаемые, они садятся за сок и должны своевременно реагировать на определенные события, используя существующие средства. Тренер же, он следит за тем, что делают каждый из обучаемых и дает определенные оценки. То есть тренер может быть как со стороны заказчика, то есть он проходит дополнительное обучение, так же и со стороны вендора. Что хочется добавить, то что кроме клаудной редакции, у Cyberbit есть еще дополнительно он-премис решение, то есть у которого более расширенные возможности. То есть если у клауда нет возможности делать дополнительно какие-то сценарии самостоятельно, либо как-то видоизменять инфраструктуру, то в расширенных возможностях он-премис решение есть возможность создавать свою инфраструктуру, свои сценарии, модернизировать существующие сценарии, возможно носить какие-то правки. Но это решение не является клаудом, то есть оно разворачивается в инфраструктуре заказчика. Принцип работы такой же, просто дополнительно есть конструкторы для того, чтобы можно было самостоятельно создавать более сложные сценарии, или же создавать инфраструктуру, которая необходима. То есть такого плана решения часто используется в специализированных каких-то государственных компаниях, в госструктурах, оборонных структурах, либо в университетах, которые обучают студентов, либо у них есть специальные курсы, которые они организовывают для специалистов по кибербезопасности. Таким образом, у нас есть два продукта, две возможности разворачивания решения, то есть это клауд, которые позволяют в краткие сроки подключиться к удаленному студенту, обучаемому, стартовать сценарий атаки и в любой момент обучиться тому или иному сценарию. Есть решения более расширенные, с большим функционалом, более тяжелые, которые позволяют иметь дополнительные инструменты, настраивать атаки. И кроме того, у on-premise решения есть возможность проводить атаки на критическую инфраструктуру, на SCADA-системы, то есть обучаться такого плана атак. То, что отсутствует в клаудной редакции. Это если кратко. Если есть какие-то определенные вопросы, можете задавать. Дальше Лилия нам покажет, как эта система работает, как выглядит веб-интерфейс, как обучаемый может подключиться и как это все выглядит вживую. Владимир, пока вопросов нет. Я думаю, Лилия может начинать. Если вопросы будут, мы будем на них потом отвечать. Лилия, давай я вам даю возможность демонстрации экрана. Окей, окей, прекрасно. Здравствуйте всем. Меня зовут Лилия. Я тренер в CyberVity. Уже два года. До этого я служила в израильской армии. И сейчас я вам покажу. Окей. Мы начнем с экрана тренера. Начнем с экрана тренера. Я вам покажу, как мы можем начать сценарий, какие вообще сценарии у нас есть. И потом я вам покажу экран студента. Вообще, как они в основном участвуют в сценарии, решают сценарии и вообще, что они могут делать с их экраном. В главном экране в нашем инструкторе есть у нас все наши сценарии по категориям. Как Владимир сказал, у нас есть не разные категории сценарий. У нас есть Tier 1 сценарий, Tier 2, Network Forensics, Malware Analysis, SCADA, Penetration Testing. В основном у нас есть в районе 40-50 разных сценариев. И разные сложности. И у нас есть легкие довольно сценарии, у нас есть посложнее сценарий во всем категориям. У нас есть легкие Penetesting, у нас есть очень сложный Penetesting и SOC тоже самое. Я об этом, я думаю, поговорю к концу всего этого. Но в основном у нас тут есть еще и ворги. Но начнем разговаривать насчет вообще сценарий, разных сценарий. Я уже начала одну сценарий. Давайте я вам покажу. Сценарий, который я вам покажу сегодня, это Ransomware сценарий. Это довольно сложный сценарий и очень распространен в наши времена. И экран, на который мы сейчас смотрим, это экран вообще тренинга. Я уже начала тренинг, я уже начала сценарий. И отсюда я могу контролировать весь мой тренинг. Отсюда я могу увидеть экраны моих студентов. В данный момент подключен только один студент. Я могу увидеть экраны, я могу контролировать, если я хочу. Если я хочу что-то показать. Это довольно удобный тренинг, который распространен сейчас в наши времена, когда все издалека. У каждого сценария в основном есть свои goals and steps, которые студенты должны найти. Это то, чтобы мы решили, что это то, что важно найти в этом сценарии. И у каждого сценария есть сценарий guide. Сценарий guide – это наш step-by-step solution, который мы предлагаем этому сценарию. Это видно только тренеру. Чтобы помочь тренеру подготовиться к сценарию или помочь студентам, если они застряли в каком-то моменте и хотят продолжить сценарий. У нас есть тут весь наш attack flow. И, как я и сказала, у нас есть совсем step-by-step, как мы предлагаем решать этот сценарий. У нас есть leading questions, которые мы можем подсказать. В основном все, что я сейчас буду вам рассказывать, это тренинги с тренером. Но у нас тоже есть еще и опция к тренингам без тренера. Поговорим об этом чуть-чуть попозже, но сейчас будем говорить с тренером. Так что есть у нас все goals and steps, которые студенты должны найти, достичь, чтобы получить все баллы. В каждом сценарии есть свои баллы. И у нас есть тут возможность автоматически получать эти баллы. Студенты будут решать сценарию. И мы, как тренеры, сможем видеть все, что они нашли и решили. Баллы состоят от трех компонентов. Первое — это timeline, в котором тренинги будут выставлять все свои находки, все, что мы нашли насчет самой атаки, что наш атакер сделал, где он начал, где он продолжил, был ли какой-то data leakage, backdoor, какие-то malware, всякие портскани, brute force и так далее. Это все будет находиться в timeline. Я вам покажу через минуту, когда мы подключимся к тренингу. Второй, следующий момент — это quiz, в котором будут у нас между двух и где-то десяти вопросов. Зависит, конечно, от сложности сценария, которые будут более частью mitigation. И что мы можем сделать, чтобы починить эту атаку, чтобы использовали наш атакер в какой-то интересный способ, чтобы подключиться к нашей сети. Более-таки вопросы. И третья часть — это будут детекторы, где тут наши тренинг совсем должны сделать что-то активное. Скажем, заблокировать IP-адрес нашего атакера, избавиться от какого-то malware, заблокировать какой-то connection, который у нас есть. Всякие такие вещи, которые мы хотим, чтобы наши тренинг сделали активно. Конечно, очень важно помнить, что это очень меняется между SOP-сценарием и SOP-сценарием. Если у нас есть peer-plan SOP-сценарием, то, конечно, мы не будем ожидать от наших тренинг избавиться от всего malware. Но если у нас есть более-таки advanced SOP-сценарием, например, у нас есть warm-сценарием, в котором совсем надо избавиться от warm-сценарием, что, конечно, очень непросто и берет много времени это сделать. У нас, как Владимир и сказал, у нас все атаки они настоящие и они абсолютно автоматические. Имея в виду, все, что мне надо сделать, как тренер, это подключиться, включить, выбрать, какой сценарий я хочу, кто будет участвовать в этом тренинге и включить сценарий. У меня есть тут клей. внизу я смогу увидеть в тренинг-таймлайн все, все, что мой атак-сервер вообще делает. И, конечно, как я и сказала, все автоматически. Так что атакер получит IP-адрес. В этом, в данном моменте начинается этот сценарий с фишинга. Так что мы увидим, что имули были посланы, они будут, они откроются и атака закончится. Я тоже тут смогу увидеть, когда мои тренинги будут набирать баллы. Все, чтобы мне помочь как тренер, если, конечно, я нахожусь в тренинге, следить за их прогрессом и вообще следить, что они делают в этом сценарии, как работают ли они вместе и так далее. Сеть, на которой мы работаем. Давайте я вам покажу у нас есть несколько сетей, которые они out of the box. Они все виртуальные сети, имея в виду, что у каждого есть машина виртуальная, куда студенты могут подключиться и они должны будут подключиться, когда они будут делать investigation. Конечно, зависит от сценария. Не все машины во всех сценариях использованы и они все между собой и, конечно, разговаривают. Мы это увидим в блогах, мы это увидим в файролле. И вся легитимная работа этих серверов и машин. Мне сейчас не сильно удобно, если там через час перейти, вот, отвечу. в файролле. Могу продолжить? Могу продолжить? Спасибо вам. До свидания. А да, Лилия, пожалуйста. Могу продолжить. Могу продолжить. сегменты интернета. Конечно, это все отключено от настоящего интернета из нашей сети, я подключена в VPN, но у нас есть стимуляция интернета, где у нас есть атак сервер, мейл, веб-сайт и так далее, все, что мне надо, чтобы стимулировать настоящий интернет. у меня есть DMZ, у меня есть сервер-сегмент, в котором есть у нас DC, домейн-контроллер и всякие разные сервера, у нас есть сим, как я и сказала, у нас юзеры, есть юзер Windows 7, Windows 10, Ubuntu, которые могут посылать имуэлы, которые могут идти в интернет или находить в интернет и идут себя как настоящие юзеры, у нас есть датабейс и в данный момент мы смотрим на сеть, в которой есть Firewall Palo Alto и сим QueerAdder, и у нас есть еще несколько вариаций этой сети, которая уходит out of the box, есть у нас Checkpoint Firewall, у нас есть сим Splunk и сим ArcSight. И это вся сеть, которая, она, конечно, out of the box может изменяться. Вадиме тоже напомню, у нас есть еще и Traffic Generator. Несмотря на то, что у нас будет трафик от атакера и у нас будет трафик легендин, который сервера между собой всегда идет, я могу добавить еще дополнительный трафик, скажем, если я хочу добавить алерты в сим, потому что, конечно, в настоящем мире у нас не будет только один алерт, который часть этой атаки, я могу добавить туда false positives, я могу добавить легитимный трафик, юзеры подключаются к интернету, посылают им, и так далее. И поскольку вся коммуникация, которая у нас есть, она настоящая, если я сделаю, чтобы у меня был brute force, или, скажем, а наш атакер делает brute force, это по-настоящему и случится. И мы это сможем увидеть в влогах, мы это сможем увидеть в симе, мы это сможем увидеть и в фаерволе. Я давайте сейчас я переключусь к тренингу экрана. Как я и сказала, в данный момент мы ведемся на тренинг, в котором есть тренер, но есть тут еще маленькие всякие моменты, которые помогают проводить этот тренинг и без тренера. Каждый раз, когда студент подключается к виртуальной своей машине, он получает бэкграунд, который можно его менять, кстати, он меняется между сценарием, и мы, конечно, можем это менять, если мы хотим что-то перевести или что-то другое там написать, это возможно, который объясняет, что это вообще за сценарий, какие-то инструкции и так далее. Конечно, сценарий, на котором мы сейчас смотрим сок-сценарий, это сок-сценарий, рэнсумы, в котором есть несколько тренинг, которые подключены одновременно к одной и той же сети и одновременно будут пытаться решить атаку, которую у нас тут есть, решить и в некоторых моментах и починить эту атаку, избавиться от TMR. у нас есть время с начала на атаки, у нас есть нашу бал, в данный момент нет никаких баллов, и у нас есть враткое видео, которое вообще объясняет, как использовать эту тренинг стейшн. Я сейчас мы сейчас рассмотрим на enlarged view тренинг стейшн, и тут можно, конечно, увидеть много разных моментов. сеть конечно та же самая сеть наши студенты не знают что в интернете но это конечно не важно добавки к самой сети MAC где у нас есть IP-адреса именно машин у нас есть Network Info в котором есть лист всех наших машин в сети IP часть ли они нашего домейна или нет credentials которые подключатся и если у нас есть менеджмент то тоже есть вся информация которая нужна она есть и отсюда наши студенты могут и открыть виртуальную машину большинство сценарий начнут начнутся конечно с одного из наших сим пароль и так далее но в тот момент когда они захотят подключиться к какой-то виртуальной машине они это могут сделать отсюда они конечно могут использовать RDP SSH смотря на сервер которым они пытаются подключиться к этому у нас тоже есть внутренний чат используется в основном когда у нас есть такие сэши издалека и тут можно посылать инструктору вопросы можно всей группе посылать вопросы сделать share файл разговаривать все что мы уже знаем что мы хотим найти и так далее используется тут и сейчас я вам хочу показать главное использование этого вообще всей этой аппликации это чтобы получать конечно бал первая часть и самая главная часть это investigation в котором Tainis будут строить свой timeline тут будем выставлять все что скажем если наш атакер сделал brute force мы это выставим мы нашли какой-то malware мы это выставим мы нашли lateral movement мы это все выставим чтобы построить timeline с начала до конца у нас есть конечно по зависимости от наших сценарий разные типы malicious activity у нас есть file encryption machine shutdown malicious connection malicious файл malicious логин pingsweep подскен brute force и так далее и после этого мы должны сказать где мы это нашли конечно тут тоже есть всякие разные опции где и как мы можем найти каждую вещь скажем в файл и в тот момент когда я выбираю где у меня добавляются еще параметры которые нужно добавить так что конечно это и меняется между разных где зависит от что мы нашли мы должны сказать когда это случилось конечно мы строим таймлайн и в настоящем мере очень важно быть четкими и потом мы можем добавить все наши параметры тут мы можем увидеть уже файдинг который был добавлен мы можем увидеть кто это добавил и конечно все это видно тоже из тренера я это вам покажу помогает мне смотреть что мои студенты делают я могу увидеть кто это добавил вообще все параметры когда это было добавлено скажем если я вижу что студенты нашли только после два часа что-то очень basic которое они должны найти сначала это может мне подсказать что может быть у них методология не такая что-то там не подходит и у нас есть опция подсказать нашим премис вообще насколько они близки к правильному ответу тут мы можем увидеть что 4 от 6 параметров они правильны а мы это тоже мы видим эту индикацию тут но мы не знаем что из этого было правильное или нет только в тот момент когда у нас будет 6 от 6 что мы все правильно нашли только тогда мы получим наши баллы это опционально я могу как тренер решить что я хочу это сделать как тест я не хочу что мои тренист мои студенты знали когда они правильно нашли сколько они нашли какая у них оценка и так далее так что это все я решаю давайте я вернусь к экрану тренера я вам покажу где я могу видеть это у тренера но вернуясь к экрану тренинга я могу совсем видеть что кто и где нашел еще интересный момент мне как тренеру у каждого голенсты я смогу сама увидеть вообще что какой правильный ответ и конечно наша система ожидает разных вариантов мы можем найти что-то не в одном месте мы можем найти нескольких местах так что я могу увидеть что система вообще ожидает и разные опции на это второй способ для тренинга получить баллы это куиз как я так сказала мы это отключаем отсюда давайте я включу его и вернемся на экран тренинг я вернусь к моему тренинг и сейчас я уже могу увидеть куиз и как я сказала у нас есть тут несколько разные вопросы зависит от сценария это конечно тоже отвечает как группа это тоже отвечает как группа все участники могут что выставлять свои фандинги и это все они должны ответить вместе скажем мы отвечаем на эти вопросы посылаем это и в этот момент я с тренера давайте вернусь к тренеру могу увидеть ответы моих тренинг я могу увидеть сколько было правильное сколько неправильное какой вообще правильный ответ должен быть в данный момент мы вообще ничего правильного не нашли и последний момент это детекторы о котором я вам говорила это не видит не чувствует это возьмет пару минут и оно совсем скажем в этом сценарии надо избавиться от ransomware вернуть расшифровать файлы оно подключится к атакованным машинам посмотрит на файлы если они расшифрованы то конечно получим баллы если не расшифрованы вообще никаких баллов не получим это все автоматически случается и триониз это вообще не длитель в основном это аппликация которую триониз использует наши студенты используют у них есть аксесс ко всей сети они могут открыть наши security туз скажем sim qradar в этом сценарии у нас нет никаких алерт но конечно мы будем добавить traffic generator они могут смотреть на fireball где мы увидим сейчас все наши логи где мы увидим все наши логи сеть конечно у нас есть все и легитимный и нелегитимный трафик у нас есть еще некоторые security tools как ммс в самой сети у нас есть сисинтернals wireshark disassembler decoder всякие разные туры которые могут помочь нашим тренинг решить эту атаку в основном тренинг строители работают конечно вместе пытаются понять атаку я как тренера могу им подсказать иногда если я хочу если они хотят отвечать на квиз тренинг в основном конец этого момента для тренингов без тренера у нас есть еще и наши хенты которые обычно я как тренер бы подсказала может быть трениз это чтобы им помочь и решить этот сценарий в тот момент если они застрянуты без тренера конечно у нас в этом сценарии есть 18 я могу уходить между ними открывать новые хинты и у меня есть и solution brief solution brief это как наш сценарий guide только для студентов тут совсем степ степ что вообще таймлайн этой атаки если они совсем или они хотят под конец посмотреть что нашли все совсем есть объяснение всей этой атаки конечно я с тренера все это смогу видеть когда они открыли открыли ли они все это для меня это интересно скажем когда в конце этого сешена я подключаюсь хочу посмотреть что мы тренинг сделали студенты сделали если они открыли лентинги после 2 минуты или после 2 часа для меня это интересно и все в этом есть индикация у тренера после того что как мы студенты все решили подходит по-моему самый важный часть вообще всего этого это дебрифинг давайте вернемся к пренеру дебрифинг я буду обсуждать с моими студентами вообще что за така тут было конечно если у меня старинник с пренером мы вообще в основном основная наша гоу в этом во всем этом это мне научить как выглядит эта специфичная атака это специфичная ransomware это специфичная форма мы хотим помочь им построить методологию как правильно вообще подходить к атакам сценариев подходить к дата литич подходить к дидос к разным сценариям вообще как правильно это решать что у нас тут было использовали наш атакер какой-то интересный способ антифоэнсикс техник сможет какой-то vulnerability у нас есть момент все это обсудить с нашими клиниками с нашими студентами для этого мы подойдем к нашему дебрифинг скин важно конечно понять что все экраны наших трейниц они записываются они записываются я могу к ним потом вернуться я могу на них потом посмотреть я могу дебрифинги их переграть если я хочу чтобы когда скажем я хочу показать моим трейниц место где я бы хотела чтобы они решили может по-другому или что-то по-другому сделали или вообще я хочу увидеть что каждый из них делал в каждый данный момент сценариев отсюда я могу увидеть всю оценку которую студенты получили в данный момент ничего не получили я могу если я хочу после дебрифинга если мы все поняли что мы поняли этот степ я могу дать эту оценку я могу увидеть видео я могу увидеть мой таймлайн я могу посмотреть опять quiz я могу открыть chat я могу открыть investigation я могу увидеть когда мы трениз открыли hint solution brief и я могу сделать репорт сделаем только для нашего первого времени скажем я могу сделать репорт всей моей группе и в этом репорте я смогу увидеть вообще какое сценарие они делали кто это делал это имя можно изменить чтобы это было мое имя там написано когда это было сделано скоро quiz я могу сделать персональный грейдинг сколько время это было какое сценарие делали открыли ли hint и с кем это было решено это сценарие чтобы помочь мне конечно как я сказала следить за прогрессом моих примес один из последних моментов которые я хочу о них поговорить это модификация всех наших сценариев которые не out of the box мы можем делать минимальную модификацию добавить какие-то команды чтобы нас атаки скажем поменял IP адрес посреди атаки и так далее это все что в out of the box конечно у нас есть еще опция сценария builder где совсем можно строить новые сценария или брать наши out of the box сценария и добавлять к ним менять и так далее эти сценарии последний момент о котором я хочу поговорить это воргейм воргейм у нас есть опция выбрать нашу сеть с одной стороны у нас будут наши пентестеры атакеры у которых будет калий машина со второй стороны у нас будут наши сок аналисты у которых будет конечно файл сим вся информация насчет сети и друг друга и как будто дать нашим группам воевать друг с другом атаковать защищать я могу дать им какой-то объектив я как-то если я хочу найдите secret files у нас в сети есть secret files и достигте domain admin и так далее в основном у нас есть тут разные категории сценарий разные легкие сценарии тяжелые сценарии с тренера если мы можем или если мы находимся в данном моменте мы можем смотреть на экраны при низ добавлять трафик помогать тем смотреть что они нашли или не нашли и если мы издалека мы это можем потом посмотреть потому что все записывано и получается рекорд при низ у нас есть аксесс виртуальной сети большой виртуальной сети которая живая и работает и без атаки у нас есть атаки которые случатся на этой сеть разные атаки и они все настоящие атаки и тайнис если они делают сок сценарий то студенты все вместе как группа решают пытаются понять какая атака тут случилась и как мы можем избавиться от малуэра отвечать на вопросы и в конце вообще делать дебрифинг все это и обсудить методологию обсудить специфичные моменты которые мы видели в этой атаке и так далее и конечно я как тренер всегда могу потом подсмотреть и в самом сценарии у меня есть сценарий гайд где я могу подсмотреть что вообще случилось в этом сценарии или потом после тренинга вернуться к этому у меня все тренинги сохраняются я могу сделать опять все и проиграть обратно в основном это все от меня в видео вам и конечно если есть какие-то вопросы с удовольствием отвечу там я видел некоторые вопросы с точки зрения лицензирования и курсов что будет может быть есть у вас технические вопросы что были или можно было задать по поводу сценариев какие-то другие технические вопросы с точки зрения лицензирования тоже мы отдельно прокомментируем есть у вас технические я могу озвучить несколько вопросов которые есть вот один из них при создании конкретной сети в случае премис решения для имитации атаки можно ли указать конкретные модели с учетом версии прошивки в основном когда строим свою сеть все зависит от лицензии которую вы проводите если хотите добавить какие-то специфичные версии или специфичные машины специфичные именно сим может какой-то в основном все возможности сделать есть еще один вопрос слышал что Cyberbit может уйти с российского рынка это так? ну такого не было просто у Cyberbit были какие-то ну другие продукты были другие решения то есть эти решения закрылись поэтому их нет вообще доступных не на одном из рынков а с точки зрения Range то есть никто не планировал уходить и сейчас в принципе наоборот даже больше развивается рынок спасибо Владимир а есть еще вопросы по стоимости обучения поэтому я думаю что мы обязательно вам ответим уже Владимир ответит лично смотрите сейчас просто вот с точки зрения клауда как раз идет изменение политики лицензирования то есть если раньше были определенные пакеты там условно 50-100-200 тысяч долларов да и в этом пакете были условные кредиты один сценарий там для одного человека стоил например там простой какой-то 2000 кредитов и вот эта вот как бы сумма снималась зависимо от пакета то есть это 50 тысяч долларов снималось 2000 долларов и таким образом каждый сценарий зависимо от сложности и количество участников стоило определенное количество вот этих вот кредитов сейчас система скорее всего изменится можно будет покупать возможно определенные дни обучения то есть вам нужно там 2-3 дня вы можете купить возможно для определенного количества людей определенные сценарии то есть система станет более гибкой для того чтобы те клиенты которые хотят обучить конкретно по какому-то сценарию или им нужно определенное количество то есть они понимают дней там они готовы неделю потратить для того чтобы обучать своих специалистов то есть как бы сейчас стараются сделать политику более гибкой это то что касаемо клаудной редакции а он премис редакция то есть она больше зависит то есть есть платформа определенная которая софт в себя включается и бербита и дополнительные сценарии какие-то они докупаются отдельные более сложные от сценарий blue team red team и билдеры то есть в базовую платформу они не входят в стандартную а в более расширенную range pro входят уже билдеры сценариев там где можно самим писать сценарий видоизменять существующие и то же самое с инфраструктурой то есть что-то добавлять удалять изменять инфраструктуру вот таким образом Владимир в чате еще один вопрос есть посмотрите пожалуйста в чате сейчас посмотрю в чате по поводу сертифицированных средств защиты смотрите то есть средства защиты используются те которые в базовой поставки если это он премис решение идет еще сторонний софт то есть стандартно это там кьюрадар макафи нжи файрвол там пола альта то есть там есть определенные средства если вы желаете поставить какие-то свои средства у вас есть лицензии у вас есть вот эти дополнительные лицензии для билдеров тогда вы можете инфраструктуру видоизменять и в том числе добавлять какие-то средства безопасности свои которые вы хотите использовать вот в этом киберполигоне я не знаю ну вот там криптографические средства ну если у вас есть билдер и вы можете настроить это криптографическое средство тогда скорее всего можно его добавить Владимир я еще прошу вас прокомментировать относительно будем ли мы предоставлять какие-то курсы по данной системе каковы условия и относительно прайс-листа то есть в любом случае смотрите с точки с точки зрения курсов то есть эта система и так является как тренинг курсами да то есть если интересует конкретно условия как можно приобрести в любом случае как бы это через партнеров в каждой стране вы можете обратиться к своим партнерам с теми с кем вы общаетесь то есть через них запросить цены условия то есть какие-то поверхностные вещи то есть GPL да вы можете к нам обратиться мы можем отдельно это обсудить но вообще все цены и все условия транслируются через партнеров с учетом локальных налогов и других каких-то сборов то есть если у вас есть какие-то вопросы которые нужно обсудить тогда мы можем обсудить поверхностно но я думаю что с точки зрения цены это нужно сделать отдельно потому что есть различные варианты которые возможны а клаудная редакция в течение двух недель только будет информация конкретно по ценам как можно будет покупать принцип лицензирования должен появиться в течение двух недель новый принцип Владимир еще задает вопрос что такое билдер покажите пожалуйста билдер я могу показать с точки зрения квадратиков в презентации а Лиля наверное может объяснить как это выглядит технически или есть такая возможность сейчас посмотрим если есть у нас в основном билдеры у нас есть сценарий билдер и нет билдер а сценарий билдер он это система которая мы построили она чтобы вы знали все наши сценарии тоже встроены в сценарий билдер и это совсем drag and drop это нам дает возможность строить вообще сценарии я не должна быть совсем атакером чтобы строить эти сценарии потому что у нас есть этот проект давайте сейчас я открою вам покажу сценарий билдер и network билдер в основном мы используем тут весь фил который нам вообще дает возможность строить сценария у нас это вообще лицензия которая в сети это лицензия которая дает возможность добавлять машины менять и так далее в сетях давайте я открою билдер билдер Это совсем система drag and rob, которая позволяет мне или начать сценарий с кустом, у нас есть тут блоки, которые мы можем использовать, всякие разные блоки, использовать одно из наших тэпплитов из наших сценарий и использовать kitchen. Это билдер наш подключается к рейнджу, есть полное подключение к нему. Мы можем отсюда добавлять эти сценарии, это очень легко. Несколько кликов новых сетей. И тогда я совсем смогу то же самое сделать. Это будет автоматически работать и атака будет продолжаться, как мы видели в наших аутодобок сценариях. И то же самое с сети, когда я ее подключу к рейнджу, я могу всем атакам, которые работают на эту сеть, просто включать и тренироваться. тренироваться. Отлично. Спасибо большое. Я вижу вот здесь еще один вопрос. Как сделать билдер, мод, наши средства защиты информации. Так понимаю, это вопрос касаемо, то есть если есть какие-то свои средства защиты информации, я не знаю, там, циска, аса, там что-то в этом роде, то есть как это выглядит, как его можно добавить в инфраструктуру. И объясню опять про билдера. У нас есть, как я подсказала, у нас есть некоторые опции. Мы можем использовать одновременно наших сценарий, которые не out of the box, и сделать им модификацию. Или мы можем начать заново. Новый сценарий. У нас тут есть всякие building blocks. Если, например, мы хотим сделать attack server command, то что нам надо туда добавить, и я уже смогу написать в моей команде. Наш attack server это Kali. Или если мы хотим прислать mail, то у нас есть все параметры, которые мы должны будет добавить, и range сам будет знать, как это сделать в тот момент, когда я ему дам всю информацию. Если я хочу добавить тут phishing какой-то, я все это могу сделать. И у нас есть тут такие разные блоки. И интерпретеры, тишины, SQL, SSH и так далее. Да, можно тут все, можно добавить алерты в CM сделать. И все, что мы хотим, мы можем это тут и в основном делать. Есть очень много разных блоков. Лили, есть вопрос, вот конкретно спрашивают, вот если, например, CM компат добавить, то есть чтобы это был там не ArcSight, Qradar, а вот например CM добавить, конкретно там компат. То есть это должна быть, во-первых, лицензия на эту систему. И вот как ее добавить в саму систему? В основном, если есть Builder, если есть Network Builder лицензию, в основном можно добавить все, что будет работать. Конечно, это работать, строить сети и так далее. Ну, конечно, если есть лицензия, то тут все может быть добавлено. Построить новый сценарий на это или надо будет делать какую-то модификацию, чтобы и наши AutoZBlock сценарии работали бы на это. Так что теоретически все возможно. Ну, это возможно, просто это, можно сказать, дополнительные услуги для того, чтобы это все вместе совместить. То есть вашу CM-систему и какие-то другие средства. То есть это возможно. Да. Но это в основном, то есть или вы это делаете сами, либо вы просите дополнительные сервисы, как бы и Vendor, и Cyberbit, технические специалисты это делают, интеграцию. Да. Просто сейчас, как бы, ну, мы этого не покажем. Во-первых, у нас нет этой системы. Это делается интеграция, вот те средства, которые у вас есть, если вы хотите синтегрить, вы их предоставляете, и специалисты Cyberbit делают эту интеграцию. То есть если сейчас нету в системе этой CM или какого-то другого средства безопасности, то есть мы сейчас этого сделать не сможем. И продемонстрировать тоже не сможем. У нас есть еще один вопрос. Есть ли возможность загружать свою конфигурацию в сетевые устройства и NGFW? Владимир? Или? Я не уверена, если я знаю на это ответ. Ну, конфигурацию, скорее всего, можно загружать, но просто для этого тоже должен быть билдер. То есть это возможно только на on-premise решении. То есть когда есть билдер, когда есть возможность модернизировать сеть, тогда вы можете все устройства вплоть до IP-шников все выстроить таким образом, как у вас есть в существующей инфраструктуре. Отлично. В принципе, вопросов больше нету. Я хочу поблагодарить Лилию. Спасибо вам большое, что присоединились к нам. А также Владимира за отличную презентацию. Коллеги, вам будет всем отправлено фоллап-письмо с записью данного вебинара. Вы еще вас можете пересмотреть, ознакомиться. Всем большое спасибо за время, за ваше. Если есть какие-то дополнительные вопросы, то есть вы можете обращаться либо через наши локальные офисы, либо через партнеров, то есть мы дополнительно все ваши вопросы ответим. Кроме того, если будет интерес более подробнее рассмотреть какие-то сценарии, дополнительные вопросы, то есть как система работает, то есть на это мы тоже сможем ответить и, возможно, даже сделать отдельную сессию и показать. Все, отлично. Большое всем спасибо, всем хорошего дня. Всем спасибо. До свидания. До свидания. Продолжение следует... Продолжение следует... ...посatics...